И слёзы, и, в общем-то, и веселье, всё вперемешку, воспоминания там всякое разное было. Вот такой шикарный завтрак у меня, девочки, получился. Я хочу, чтобы это было тихо, свежо, и чтобы с удовольствием прогуляться, поболтать с вами на улице. Ну, вот такой вот шарик получился. Нам надо это немножечко как-то раскатать, чтобы оно к столу не прилипало. Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня 9 мая. Я сейчас подошла к окошку. Скоро у нас должны полететь самолеты. Пока что сейчас идёт дождь, я не знаю, как они полетят, но я знаю, что около 10 часов они должны полететь. Так что буду снимать, если что-то мне удастся снять вообще с моего окна. Ох, девочки, летят самолёты, но за деревьями не очень-то видно. Ну, хоть частично видно. Вот снимаю из окна. Ну, хоть где-то. С праздником всех, мои дорогие подписчики! Поздравляю вас с Днем Победы! Вот так вот из дома, из окошка я наблюдаю, как тут вертолеты летают и самолеты летают. Девочки, сейчас 10 часов вечера и начали салютировать. Ну вот, смотрю, не очень-то хорошо видно салют этот. Сегодня пасмурно и целый день идет дождь. О, смотрите, какая красота! Это на Ливом берегу Дона салютирует. Вот если бы на Театральной площади, то мне было бы не видно. Снимаю через стекло. На улице холодно, поэтому окно открывать не хочется. Ну попробую сейчас открыть чуть-чуть. О, смотри-то, какая, какая прелесть! Далековато. Ну, видно что-то, что-то видно у меня из окна. Слышно сразу такой залп, бух-бух. Пушки стреляют, наверное. Ой, как красиво. Все-таки салют есть, да. Я еще думала, будет сегодня салют или не будет. Но салют решили сделать. Закрою окно, потому что холодно. Да, жалко, что сегодня дождливый день, сегодня целый день. Дождь идет. И похолодало, и ветер холодный дует. Поэтому на улице нехорошо. Так бы сейчас, конечно, повылазили бы люди. Смотреть вот это все зрелище. Всем доброе утро, мои хорошие! Я уже за вами соскучилась. Вы думаете, сегодня 10 мая? Нет, сегодня 11. А 10 целый день я лежала у телевизора и смотрела сериал «Жуков». Девочки, я начала утром смотреть его. А потом, ну я не думала, что он такой длинный. 12 серий, закончился он уже в 11 вечера. Но меня этот сериал заинтересовал. Много интересного я узнала. Кое-что в истории у меня были какие-то пробелы. Я узнала то, что в школе не проходило. Ну, по крайней мере, вот период правления, начиная там с военных лет, Сталин, Хрущев. У меня по поводу Хрущева вообще был большой пробел. Не знаю, мы в школе не проходили Хрущева. Но я уже училась в школе, когда был Брежнев, правление Брежнева тоже. В общем, меня заинтересовал сериал. Очень хорошие актеры, хорошо играет. Сам сюжет такой вот. Ну, как бы мне было интересно узнать, что дальше, что дальше, что дальше. Не хотелось переключать. Так что я провела время не зря. Ну, и о мужестве наших людей, вообще, в принципе, нашего русского народа. Ну, а 9 мая я сходила в фикс прайс. Я посмотрела, что там по полочкам лежит. Немножечко поснимала для вас. Ну, и купила я то, что мне нужно. Я вообще в фикс прайсе не беру то, что мне не нужно. Я беру только то, чем я собираюсь пользоваться. Ну, а то, что там меня заинтересовало, на чем мой взгляд остановился, я вам поснимала немножечко. Кому интересно, заходите, посмотрите. Вообще, вкусную соль, с которой я готовлю, я беру только в фикс прайсе. В других магазинах вот именно такой, именно такой нет. А мне еще было любопытно узнать, что там продают, какие-нибудь, может быть, интересные штучки вот к Дню Победы. Что у меня было очень удивительно, то, что к Дню Победы там вообще ничего нету. Ничего нету связанного вообще с 9 мая, с Днем Победы. Ну, не знаю, не наш магазин, видно, не русский. Вот, но сегодня я проснулась уже отдохнувшая и решила, что надо сегодня с вами поболтать. Я уже соскучилась за вами. Что-нибудь поделаем. Я не знаю еще, что мы сегодня делать будем, но подумаю и решу. Вы, как видите, я уже заросла. Я сейчас только помыла голову. Я с таким трудом укладываю волосы уже, челка в глаза лезет, но у меня рука не поднимается самой ее взять и обрезать, потому что я боюсь, что я сделаю что-то не так. Ну, при том, что мне уже нужно, конечно, все убирать, все. У меня уже совсем другая прическа сейчас, не такая, какая должна быть. Я надеюсь, что все-таки с 12 мая откроют парикмахерские, но пока что туда дозвониться невозможно. Ну, пока 11, я не знаю. А еще 9 мая пыталась я снять вам салют, но я не знаю там, что получилось. В общем-то, салют было плохо, очень видно. А вообще, я вам хочу сказать, вот это, конечно, погода. У нас сейчас похолодало, ветер сильный, дождь. То дождь, то, знаете, облачно с прояснением, но погода очень холодная и в комнате холодная, поэтому такое желание, знаете, залезть под одеяло и не вылазить. Ну, что я вчера и делала. Ну, правда, я уже устала лежать на диване. Мне хочется уже встать и что-то делать. Ну, в общем, сегодня чем-нибудь я и займусь. Тем более, я уже доела все, что у меня там было. Нужно что-то готовить. Что-нибудь приготовим, ну, еще что-нибудь. Вообще, хочу вам сказать, непривычно как-то 9 мая отмечать, не отмечать, а просто дома сидеть и смотреть телевизор. Очень непривычно. Я помню вообще, даже вот в моем детстве, 9 мая, это был парад, выходили все, там, не знаю, столько людей было, все нарядные. Я помню, что вот мои родители, как раз вот парад проходил недалеко от дома бабушки, театральная площадь. У меня бабушка на 16-й линии жила. Это недалеко от театральной площади. И, в общем, мы ходили на парад, там что-нибудь посмотрим, посмотрим. И потом все собирались у бабушки, и дядя с его семьей, и наша семья. Бабушка уже стол накрывала. И, в общем, как-то праздновали День Победы, было весело. Всегда как-то вот и слезы, и, в общем-то, и веселье, все вперемешку. Воспоминания там всякое разное было. Но, по крайней мере, вот как-то встречались с родственниками, как-то отмечали этот день. У меня дедушка один погиб на фронте, другой у меня дедушка, это папина тиска, который с фронта вернулся. Но он не в Ростове жил, в деревне, поэтому виделись редко. Ну, он человек был не очень общительный. В общем-то, так особо он воспоминаний, я не помню, чтобы он как-то что-то рассказывал там про войну и так далее. Но день отмечался, день отмечался, народом весело. А вот то, что мы просидели дома, безвылазно, как-то непривычно. Ну, что делать? Вот обстоятельства такие. Ну, ладно, не будем о грустном. Хотелось бы немножечко развеяться, чуть-чуть о чем-то другом поговорить. Ну что, девочки, давайте выглянем в окошко. Что у нас сегодня с погодой? Ну, в общем-то, потеплее, чем было. И солнышко выглянуло уже. Ну, правда, ветерочек, не знаю, прогуляться хотелось. Но в магазин мне нужно будет все равно сходить. Ну, посмотрим, прогулку сниму я или нет, как ветер будет. Девочки, я решила сегодня сделать отбивные и покушать их с овощами. Вот не буду делать гарнир. А, хотя у меня есть картошка. Ну, значит, будет картошка и овощи. Ну, как я делаю отбивные, вы уже знаете, поэтому подробности показывать не буду. Отбивные я разморозила, отбила, посолила и поперчила. Потом в яйцо, в сухари и на сковороду. О, какая красота! Отбивнушечки мои жарятся. И картошка у меня была вареная в мундире. Я ее решила тоже немножечко обжарить. Кушать хочу. Вот такой шикарный завтрак у меня, девочки, получился. А в салатике у меня огурчики, помидорчики, редисочка, разная всякая зелень, болгарский перчик, лоток. В общем, очень вкусный и полезный завтрак. Сейчас поем и пойду в магазин. Кстати, девочки, отбивные, чтобы были сочными и не резиновыми, их нужно жарить на среднем огне и буквально, наверное, 7 минут с одной стороны, 7 минут с другой стороны. В общем, не надо их пережаривать, чтобы они не были резиновыми, чтобы сок внутри сохранился. Девочки, ну, к сожалению, прогулочку сегодня я снять не смогу, потому что на улице ветер, порывы сильные, и будет некомфортно мне снимать. Я хочу, чтобы это было тихо, свежо, и чтобы с удовольствием прогуляться, поболтать с вами на улице. Но это будет уже в другой раз. Я надеюсь, погода у нас уже скоро будет лучше, теплее. Вообще, погода уже налаживается. Сегодня уже так тепленько, нормально на улице. Ну, ладно, топаем в магазин. Девочки, я пришла с магазина, я там докупила недостающие ингредиенты, и вот я решила сделать овсяное печенье. Я уже как-то делала, ну, давно. И кто со мной не делал, можете присоединяться. В общем, овсяные хлопья нужно 150 грамм. Мука 110 грамм. Сахара 50 грамм. Одно яйцо. 120 грамм сливочное масло. 20 грамм изюм. Его нужно залить кипятком. Масло нужно, чтобы постояло и было помягче уже. Нужно разрыхлителя, где-то чайную ложку. Если ванильный сахар, то 5 грамм. Ну, вот у меня кристаллический, поэтому там немножко насыплю. Ну, вот и вроде бы всё. Сейчас начнём всё это смешивать. Надо одно яйцо смешать с сахаром. Ну, можно венчиком, можно миксером. Можно сильно пока не взбивать. Затем добавим туда сливочное масло, размягчённое. И тогда уже перемешаем всё хорошенечко. Ну, вот масло у меня ещё не до конца, ещё мягкое. Я пока растопчу его вилочкой. Дам ему немножечко ещё подтаять. И хорошенечко перемешаю потом. В общем, я перемешала это всё. Ну, то, что, допустим, немножечко кусочками масла, это ничего страшного. Оно потом заместится с тестом. Хорошенько всё измельчила, перемешала. На этом этапе можно добавить уже ванилин. Ванилин у меня кристаллический. Я его кладу просто на глаз. А если сахар ванильный, то 5 грамм. Так, я думаю, хватит. И разрыхлителя пол пакетика вот такого, ну, где-то чайную ложку. Перемешаем всё это. И потихонечку будем добавлять сюда муку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь нужно добавить сюда, постепенно ввести овсяные хлопья. Всё это перемешать и потом добавить изюм в конце уже, с изюма водичку слить. Высыпала я оставшуюся овсянку сюда. И сейчас уже пора замесить это всё руками. Ну, и уже заодно тогда я сюда высыпаю изюм. Всё. Немножечко стол присыпем мукой и выложим всё это на стол. Лучше вымесить рукой. Рукой лучше чувствую, что это всё. Ну, вот такой вот шарик получился. Нам надо это немножечко как-то раскатать, чтобы оно к столу не прилипало. И разделить на 8-10 частей. Шарики сделать такие. Разделю на 8 частей. Пусть это будут такие побольше печеньки. Вот такие шарики надо нам закатать. Вот такие. Девочки, чтобы шарики не прилипали к рукам, руки лучше смочить. Всё, я приготовила противень и эти шарики разложу на противень. Но сначала нужно застелить бумагой. Девочки, духовочка у меня уже разогревается. И вот смотрите, на противне уже вот эти шарики теперь можно придавить. Чтобы они выглядели как печеньки овсяные. Ну, чтобы пропеклись внутри. Выпекать будем в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут. Руку надо опять мочить. Всё, отправляемся в духовочку. Девочки, смотрите, они поднялись и стали крупные такие печенюхи. Вот, ну, мне-то нормально. Но вообще можно на 10 частей было разделить, чтобы они были поменьше. Ну, вы смотрите сами. Мне одно печенье как раз такое съесть. То, что надо. В общем, печенька у меня готовилась 12 минут. Вот, но у меня духовка не очень может быть хорошая. Постарело что-то, да. Надо дать остыть печенькам. И будем пробовать. Ну вот, девочки, печенька у меня получилась вот такая симпатичная. И у меня такой замечательный полдник. И клубничка с сахаром и с классическим йогуртом. Вот, сейчас буду кушать. Ну что, попробуем печенька. Ой, рассыпчатое, такое вкусно. Девочки, печенье лучше сделать самим. Это вообще не сравнится никак с магазинным печеньем. Это намного приятнее, вкуснее. Если вы любите послаще, то можно не 50 грамм, а 60 грамм сахара положить. Можно сверху посыпать сахарной пудрой. Но я не хочу. Я не хочу лишний сахар есть. Поэтому мне вот нормально, сладенькое. Оно так в меру то, что нужно. В общем, короче, сейчас буду вот это уплетать все. С клубничкой. Ну вот и все, мои хорошие. Все, что я хотела вам сегодня показать. Все, что я смогла вам сегодня показать. Я показала. К сожалению, погулять мы и смогли сегодня. Но я надеюсь, на днях я сниму прогулку по окрестностям. На этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok